В память о погибших я сажаю это дерево. Ответом наших детей и нового поколения турецкому правительству будет не мщение или кровопролитие, ибо мы являемся цивилизованным народом и признаем неуклонный позитивный подход. Но вместо установки еще одного нового памятника на святой земле присутствующие общины посадкой масличных деревьев призывают не повторять ошибок прошлого. Оливковое дерево символ жизни и мира. Выпущенный на волю голуб Ноя вернулся в ковчег с веткой оливы, знаменуя конец потопа и начала новой жизни. Вот это и есть наш ответ Турции и миру на наше выселение, погромы на полтора миллиона невинно погибших во время геноцида. Надеемся, Турция начнет проявлять национальное сознание, изменив их унаследованную позицию отрицания первой трагедии 20 века. Напомним Турции, что отрицание и крайности никогда не решались дружественным путем, как мы видим это сегодня на Ближнем Востоке. Сеять, сажать, строить, вот это должно быть нашим логическим ответом нынешнему миру. К столетию геноцида армян и Иерусалимской патриархии с участием армянской общественности Израиля в поместье Барун-Дер посадили деревья в память о полутора миллионах погибших в период Османской империи. Каждому саженцу присвоено имя жертвы геноцида. Многие участники мероприятия плакали, выводя ими на своих родных, на деревянных рейках, поддерживающих саженцы. Символической акцией приняли участие более 200 человек из различных городов Израиля. Первым из запланированных мероприятий, посвященных столетию предшественницы геноцида 20 века, стала литературно-поэтическая встреча, состоявшаяся 26 декабря минувшего года. Посадка деревьев для армян имела место 24 января в Израиле, впервые прошедшая в таком значимом масштабе. Эта земля была приобретена и освоена армянским патриархом Крикором Барандером еще в середине 18 века. Тогда это было общественное здание, где единомышленники отдыхали в свободное время. Там имеются плодовые деревья, которыми сегодня пользуется патриархия. В 2015 году исполняется столетие со времени начала геноцида армян. В связи с этим было решено ознаменовать эту дату посадкой масличных деревьев. Я уверен, что деревья будут жить долго, если о них заботятся. Здешние деревья живут сотни лет, они долгожители. Это место удобно для посадки деревьев, и культивирование олив на нем более чем целесообразно. До начала второй интифады в поместье жили армянские семьи, как в коммуналке. Поскольку усадьба оказалась в зоне военных действий, армянская церковь переселила их в старый город. За последний год сильно пострадавшее здание было отреставрировано возможностями армянской церкви и жителями близлежащих домов. По словам соседа араба, принимавшего в этом участие, очищали и отмывали каждый камешек. Новый настоятель этого имения, теперь монастыря, относится с большой ответственностью и рвением к восстановлению и сохранению всех реликвий армянской истории. Центральное место среди реликвий занимает сборник мистических поэм армянского поэта-монаха X века Грикоры Нарекаций, книга скорбных песнопений, к которым обращаются во время богослужения и в настоящее время. Молодая оливковая роща также является этапом восстановления приусадебного хозяйства. Символически мы сажаем 350 деревьев по погибшим с их именами на табличках. Это наше первое мероприятие такого значения, посвященное геноциду армян. В течение этого года намечаются и другие мероприятия подобного рода под патронажем и руководством самого патриарха Нурхама Манукяна. Посадкой деревьев мы напоминаем о трагедии, об истреблении народа, сохраняя память. Мы все наши силы направляем на то, чтобы в мире было подлинное признание геноцида армян. Это самое главное в нашем деле. Что самое главное, то что обидно, что это не общепринято во всем мире, хотя очень много подтверждений и в очень многих странах, например, я учился здесь в Израиле, учат это в школе и в Украине учили об этом школе, и везде об этом учат, но никто не признает это только из-за какой-то политики или каких-то связей международных. И это обидно, потому что люди погибли, о них все знают, все как-то понимают, что это произошло, но никто не хочет это признавать на самом деле. И это самое обидное. Приехал сюда я сегодня, чтобы, во-первых, побыть со своим народом, каким-то куском своего народа, который здесь есть. И почувствовать себя общим со всеми и пожертвовать как-то, какую-то часть себя тем, что я посажу дерево. Ради народа Армении. Я также считаю, что должны говорить об этом в странах, потому что это равномерно холокост, то, что произошло с евреями и с лагерями. Это тоже часть истории, которая произошла в Армении, и люди должны об этом знать. И сегодня мы здесь, чтобы принять участие, поддержать, и чтобы об этом говорили, понимали, знали, помнили. Это важно. Армянский геноцид – вопрос наиважнейший. Несмотря на его исключительную политичность, без рассмотрения моральной стороны геноцида не будет существовать и самого исторического вопроса. Однажды все поймут, что это не вопрос политики. Это вопрос толкования истории с точки зрения справедливости. Факт признания является самым важным в плане коррекции поведения государств в международном сообществе и прекращения страшных геноцидов во всем мире. Особенная церемония происходит здесь. Мы впервые отмечаем день памяти столетия геноцида армян, сажая деревья в поместье Барандер. Я всегда извиняюсь за то, что официально Израиль не участвует в церемонии признания геноцида в Кнессете и не посылает своего представителя, чтобы выразить солидарность. Кто, я считаю, обязан признать геноцид, если не Израиль и не еврейский народ, переживший Холокост. В апреле этого года отмечается столетие армянской резни в Османской империи. Я думаю, что многие лидеры прибудут в Ереван для участия в церемонии памяти жертв. Я очень надеюсь, что следующее правительство Израиля, а в настоящее время мы пока не знаем, каким оно будет, пошлет впервые официальное представительство в Ереван, чтобы стоять рядом с армянской стороной, с армянским народом, со многими представителями мира, чтобы выразить солидарность в признании геноцида армян. Насколько мне известно, Кнессет ежегодно проводит специальное обсуждение армянской резни. К сожалению, из-за давления и интересов, которые не должны влиять на правительство, в сравнении со многими парламентариями других стран, эта тема далеко от признания, которые обязаны сделать армянские и еврейские народы. Очень надеюсь, с моральной точки зрения, что 24 апреля в 2015 году будет отмечено присутствием израильского представительства в Ереване, чтобы выразить признание государства Израиль, государства еврейского народа в первом геноциде двадцатого века. Я благодарю за приглашение участвовать с женой в этой церемонии. Для нас особая честь быть друзьями армянскому народу и находиться здесь, чтобы лично выразить свои чувства и боль. Я благодарен армянскому народу, особенно за моральную потребность армян в признании Израилем первого геноцида двадцатого века. Кто как не Израиль и еврейский народ должны это сделать. Я надеюсь, это произойдет в ближайшем будущем. Мы собрались здесь, чтобы совершить святое дело, вспомнить жертв геноцида армян в год его столетия. Каждый сажает от имени своей семьи дерево о погибшем в этой трагедии. Наше желание, чтобы наш народ впредь не видел такой скорби, такого геноцида. Наше желание быть армянами. Мы имеем большое сердце, и сколько бы лет народ не погибал, желаем, чтобы народ не ожесточался. Желаем, чтобы таких мероприятий было множество для передачи нашим детям, внукам этой черной страницы нашей истории. Чтобы знали, какие горести выпадали на долю нашего народа. Наше главное слово — это сердце. Пусть Турция знает, что армянский народ существовал, существует и будет существовать всегда. Насилием они нас не смогут поставить на колени. Пусть Турция 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 Субтитры создавал DimaTorzok